Республиканский детский этнографический фестиваль Азбука Дружбы стартовал сегодня. Организатором выступило Министерство по национальной политике Республики Дагестан. Главная цель – гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие национальных традиций, а также воспитание этнокультуры школьников и молодежи. На фестивале побывала Ума Ибрагимова. На улице Ноябрь на берегу Каспийского моря невероятно холодно, но ни пасмурная погода, ни морской ветер не помешали объединению школьников из всех субъектов СКФО. Они собрались здесь, в городе Избирваш, на базе отдыха «Солнечный берег». Национальные танцы, колоритные песни. Именно с них начался фестиваль Азбука Дружбы. Фестиваль, на котором школьники и гости из каждого субъекта СКФО демонстрируют традиции своего края. Показательные выступления на открытии подходят к концу. Дети аплодируют, гости с восторгом пускаются в пляс. На площадке центра собрались представители различных субъектов СКФО и дагестанских учреждений. Среди них Ахмед Рамазанов, ученик Кадетской морской школы-интерната в Каспийске. Приехал посоревноваться. Я буду соревноваться вместе со своей командой. Мы будем обдумывать всякие техники. Будет знакомство между молодежью, будет знакомство между представителями образовательных организаций. Это позволит в перспективе приглашать на подобные мероприятия и к нам в республику, и участвовать в подобных мероприятиях в соседних республиках СКФО. К открытию фестиваля организаторы готовились долго. Пристальное внимание уделялось мельчайшим деталям, вплоть до его названия. Вы знаете, самая первая книга в школе – это «Азбука». И мы хотим, чтобы этот детский монографический фестиваль в области патриотического воспитания и в области фармируемого шоссийского недвижения была «Азбукой». То есть первой книгой жизни молодого гражданина нашей республики. Школьники и студенты пробудут здесь три дня. Образовательная часть состоит из лекций и практической части. В каждом шатре проходят мастер-классы. К примеру, здесь студенты медицинского колледжа имени Башларова показывают, как нужно оказывать первую медицинскую помощь. Также любой желающий может померить свое давление. Правилами трех П – послушал, почувствовал, потрогал – руководствуются студенты медколледжа. А в следующем шатре преподаватели художественных факультетов показывают, как лепить из глины черепаху, коня и других животных. Пылью или чем-то надо, или печкой, на печке сушить надо, в этой форме сушить надо, они влажные уже. Представители делегации из Карачаева Черкесии заинтересовались лепкой из глины. Для девушек это новое и абсолютно неразвитое в их краях ремесло. Все равно интересно и что-то похожее. Поэтому я очень боюсь, что у меня сейчас получится либо хинкали, либо манты. У Махан Ибрагимов мастер лепки из глины. Говорит, что если новичку для подобной работы необходимо две или три недели, то ему хватает пары часов. Но слепить это еще не самое сложное. Сушить надо некоторое время, потом некоторое время на декорацию, потом уже обжиг, все остальное. Фестиваль продлится до 10 ноября и, по словам организаторов, будет не последним. Ума Ибрагимова, Джала Магомедов, телеканал ННТ, Избирбаш.